приветствую вас заявление зеленского по поводу крыма привело кремль в шок ну а пока там шок маленькая рекламная библия не забудьте стать спонсором моего youtube канала получи возможность смотреть интересные эксклюзивные видео только для спонсоров ну и самое главное ваши комментарии вопросы будут в тренде вы сможете пообщаться от души а в этот самый момент действительно кремля шок почему я говорю смотрите после заявления зеленского я специально посмотрел как это преподносили на на российских ток-шоу поймите в чем трюк там же не случайно выбрасывает информацию не случайно что думаете так а вот нет нет есть старшие товарищи подсказывает знаете знаете какой можно сделать вывод из того что не ну понятно путин великий армия российской побеждает ну понимаете это фон на это вы можете вообще не обращать внимание ну поймите но не может на российском ток-шоу сказать правду ну что же российскую армию разбили потому что ну как как ну представьте российское ток-шоу ну разбили ну это нереально там да там ну эффект пропаганды но как они трактовали ну во первых ну зеленский как бы суе сказал да мы вернем крым не военным а дипломатическим способом и тут одно второе третий эксперт обсуждает говорят рассказывать на минуту заявление главная новость я сейчас говорю что так не бывает ну скажем так если была установка другая они вообще эту новость бы не заметили не не было никогда не говорил так дальше начали говорить как путин там целовался с товарищем си что угодно но нет а здесь это топовая новость обсуждается ну вы не хуже меня понимаете что и раньше зеленский говорю что мы украина не хотим войны говорил да украина хочет вернуть территорию украины не прибегают насилию говорил да то есть это нельзя сказать что это новое он здесь сказал что да мы хотели чтобы не погибали жители и россии и жители украины но крым это часть украины все нормально то есть ну я говорю здесь нельзя сказать на сенсацию это не тянет на нее схватили и с таким азартом нашли обсуждать что так шоу я же почитал что написать ну вы же понимаете что есть ну как бы спичрайкеры которые очень независимые но они пишут опять же то что команду дали просто так причем в воскресенье это не случайно не написать не рабочие же деньги если отбросить всю мишуру всю мишуру серьезно лейтмотив один крым это россия ну понятно понятно крым от россия мы не должны потерять внимательно слушайте не должны потерять то есть понимаете вот такое представление что украинские танки уже штурмует перекоп идут на симферополь они все мы не должны потерять они уже готовят общественное мнение общественное мнение что путь не должен уступить ради крыма ну чтобы правильно поняли практически в чем этот посыл зеленского да он еще повторил то что много раз говорил что мы не хотим кровопролит ну что здесь так при этом тот же самый момент говорит что российские оккупанты должны покинуть территорию украины значит ситуация следующий российская армия уходит с донбассом со всего донбасс это запорожской области херсонской а по поводу крыма в день приговор дипломатически дал кремле действительно эту идею поддерживать серьезно я не шучу еще за что просто так ну давайте готовить общественное мнение мы спасли крым ну потеряли да ладно все наш армию разбили да так получилось спецоперацию закончили нет это все мы удержали мы защитили вот 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 что то есть пути нужна победа какая может быть победа ну я защитил крым я спас крым ну я не дал крым понимаете какая ситуация скорее всего я опять же я же не военный и новости военные тоже считаю как вы не более чем и карты могут там тоже посмотреть вы сами понимаете это не боль но скорее всего там действительно происходит ситуация когда же российское командование понимает что придется убегать из Херсона и запорожья это из донецкого продачи понимает но еще раз говорю что для кремля даже не путин кремлю нужна победа какая-то угодно что угодно но брезни глубинный народ глубинный народ когда протрезвее спросит победа мы что-то что-то воевали а победа может быть следующее мы спасли ну дипломатическим путем будем все переговоров спасли 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 да действительно по большому счету зеленский с одной стороны поставил есть такое красивое слово неудобное положение противника в данном случае крем очень удобно с другой стороны он предложил им возможный вариант выхода да ну действительно здесь ситуация в данной ситуации действительно для кремля как бы есть шанс показать что мы погорячились наломали дров но мы победили да так что я так понимаю в ближайшее время ближайшее время вот этот крымская тема мы спасли крым а Херсон нам не нужен это все это была спецоперация временная временная там это все донбасс плевать мы на него хотели днр лнр так ну хочу вам напомнить что 11 сентября никого референдума не было причем вы сами помните это же официально было передумать передумать то есть ну что вы правильно поняли если действительно был момент был момент когда кремле была идея сейчас мы пройдем референдум причем будешь помните что хотели внести на референдум забыли где была действительно как бы такая но очень провокационно когда фактически проволосовать за то что территории оккупированы в украине входит состав россии да 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 и в 11 сентября чтобы сами понимаете почему так брендово 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 ну в сша аж помните и тут действительно они хотели знать такой международный резонанс вот россия проросла территориями да красиво и тут вдруг все не прирастает плюс ко всему опять же обращаю ваше внимание что если раньше была риторика что днр лнр это ну как бы территория россии надо ее забрать прошу все все пускай воюют нам они уже не нужны причем уж не хуже меня понимаете что там уже некому воевать это во первых а во вторых есть небольшие группы людей которые кормятся в днр лнр на этой территории но были даже ну как бы разговоры очень интересных людей в москве что будет действительно действительно вот когда захватили мариуполь там дал команду пацаны я вам отдаю город на разграбление разбирайте заводы будете там владеть на методу российской олигархи владеть развивать что они и послали на такие три буквы шамала и пока нет не вы не удивляйтесь когда за закрытыми дверями они матюкаются очень сильно очень сильно если вы думаете что там как будет так володенько не 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 там вот так не ну понятия они равны и по этой причине вещи называют своими именами ну в конце концов но больше и тут там что называется кривляться друг перед другом поэтому же послали потому что что развалины уничтоженную территорию что-то нам даешь ну одно дело когда ты нам даешь действительно ну работающий а когда там отбрите развалины куда зоне бывых действий причем какая гарантия что не вышибут 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 сам интересно будет понимать как курьезная ситуация произойдет вот эти все ребятки из днр и лнр которые браво воюют на территории украины потом когда их вышибут они прибегут на территорию россии ух мало не покажут с оружием прибегут да 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 вы их заберете оружие очень многие питались это чтобы и такие бандитские формирования на территории россии мат 90-е годам покажется детской лепетом там будет такое что ужас но что они же злоблены придут мы потеряли нас обманули а будем ограбить россию надо шевернуть да и это тоже между прочим кривля понимать хорошо понимает ну это же одна из ситуаций пускай не больше погибает чтобы меньше был уже и происходно понимает это вот это опасные люди так что тут не соскучить поэтому причине да действительно сейчас кремле свежая установка давайте расскажем глубинному русскому народу что мы не проиграли да наша армия разбита черт с ней да мы закончили спецоперацию но мы крым спасли это ж как глубоко так что вот такая вот забавная ситуация ну а пока будет писать комментарии думать заодно подумайте чтоб стать спонсором мой youtube канал по той простой причине что станете спонсором у вас все хорошо ну и украине тоже пока до свидания